Всем привет, с вами Мария Еременко, и вы находитесь на канале Digital Teacher, где я рассказываю вам про работу в Mesh, про различные интернет-ресурсы, так что присоединяйтесь, если вы еще не подписаны на мой канал. Сегодняшнее видео будет посвящено созданию этапа коммуникации в сценарии темы Mesh, и мы воспользуемся уже готовыми заданиями, которые есть в Московской электронной школе, и я вам покажу, как с помощью чата GPT можно все это дело сгенерить достаточно быстро, и потом останется только подредактировать. Поехали! Для того, чтобы у вас была насмотренность на задание, я рекомендую вам воспользоваться доской Miro и вынести в фреймы, прям вот навык коммуникация, в библиотеке Mesh поискать уроки, в которых, соответственно, этот навык есть, и сделать скриншоты. Таким образом у вас будет четкое понимание, что от вас хотят. Так я выписала и выделила для себя различные такие вот сценарии темы. На основании этих уже заданий я буду делать свой этап, свою коммуникацию. Покажу, как я это делала на предыдущем, и плюсом мы сегодня сделаем вот этот как раз этап именно для моего урока про Discovering Powerlog. Мне понравился вот этот вот сценарий темы. Здесь все очень просто, понятно, классно. Задача создать диалог, чтобы у них получился диалог. Что я сделала? В первую очередь я вынесла все, весь текст на вот отдельный слайд в Google документы. Я расписала, что это задание на коммуникацию, что должно быть на первом скрине для студентов, что должно быть на втором экране для учителя и что должно быть на третьем. Так как это экзампл, мы этот экзампл покажем нашему чату и попросим его сделать похожее задание, согласовывая вот эти все моменты по словам, по этапам, плюсом придумать нам идеи для того, чтобы мы могли их внедрить в свой новый урок. Для этого мы скачиваем файл, файл скачать, и скачиваем в документе в формате docs. Не знаю почему, но мне кажется, что docs он читает лучше, чем PDF. Я открываю чат GPT-4, нажимаю на скрепочку, и именно здесь в загрузках мы подгружаем наше задание на коммуникацию, пример задания на коммуникацию. Далее здесь я должна расписать ему, что я хочу, чтобы он мне сделал. Итак, я написала промт. Ты опытный учитель, ты создаешь урок для учеников седьмого класса по уровню B1. Изучи пример задания, которое прикреплено к файле. Ты должен следовать плану в документе. Давайте напишем документ. Ты должен следовать плану в документе. Тебе не нужно менять сильно слова. И давай создадим похожее задание по теме от Геллеры. Отправляем все это ему на съедение. И сейчас он выдаст нам то, что он должен нам выдать. В этом выбери картинку для картины галереи. Представь, что ты посещаешь галерею впервые. И тебе нравится изучать картины и скульптуры. Разыграй диалог с твоим партнером. Где один из посетителей... Один из вас посетитель, а другой куратор по искусству. Человек, который разбирается в искусстве. И отправляем ему задачи, которые у нас там должны быть. Далее идет ссылка на слайд учителя, где расписаны все шаги. Где дан приблизительный диалог, который дети могут составить. И на iPad тоже. Выбери картинку. Imagine you're visiting a gallery. Act out. Он нам сделал задание на коммуникацию, которое 100% подходит нам для нашего сценария темы. И мы сейчас это задание с вами реализуем в конве для того, чтобы загрузить его в библиотеку Mesh. Погнали. Но сначала я сделаю следующее. Сначала я перенесу вот это задание сюда для того, чтобы мне сделать здесь набросок. И вообще сравнить, так ли он мне сделал или нет. Поэтому здесь вот этот момент я просто продлеваю. И буду делать следующие шаги. Итак, первый экран я вот так скопирую. И вот сюда вот я текст вставляю. И вот у нас есть три экрана для нашего сценария темы. Первое, что мы будем делать, мы просто сверим, что у нас тут. Подходит, не подходит. Итак, задание. Давайте сразу выбираем вот это. Будем редактировать. Choose the picture of an art gallery. Imagine that you are visiting an art gallery for the first. Ну, это то, что вот мы с вами. И тут есть будет files remember. И тут будут какие-то картинки. У нас картины четыре найдем для того, чтобы, а может быть, даже и в GPT сгенерим сейчас для того, чтобы это сделать. А давайте это сделаем. Будет прикольно. Задали ему задачу создать четыре картинки для этого задания. Сейчас посмотрим, что он нам предложит для того, чтобы дети могли это дело обсудить. Мне не нравится, что он изгенерил. И я хочу, чтобы он изгенерил картину в стиле Ван Гога. Вот, отлично. Мы возьмем эту картинку. Сделаем три картины для того, чтобы просто разместить. Как мы помним, у нас с вами сценарий темы на два слайда, а не на три. Поэтому мы с вами объединим первый этап и третий этап. Вот так вот мы это как-то сделаем. Здесь же повторяется задание. Повторяется. Мы можем вот это убрать. И мы можем... You can use the phrases. Бла-бла-бла. Все. И вот эти фразы мы сюда оставим. Все, супер. Что делаю я дальше? Теперь я хочу... Это я всегда делаю. Common C. Я иду в Deepo. Это приводчик того, смира, сетью. Сюда вставляю текст. И он мне немножко его правит. Все в целом хорошо. И вот этот текст уже... Я его назад сюда. Я понимаю, что там не сильно чего-то поменялось много, но поверьте, он хорошо очень смотрит на британские, американские языки, чтобы не было вопросов потом. И мы с вами сделаем все идеально сразу. Так, сюда вставляем в видание коммуникации с этого. To create a dialogue, to make a dialogue. Можно, кстати, сделать и create. Все. У нас готово. Все. У нас есть картинки. У нас есть текст. Погнали делать красоту. Красоту делаем в конве. Вот наша конва. Вот наш урок. Вкрываем его. И именно здесь мы сейчас с вами будем делать этот этап. Итак, в принципе, кстати, мне даже вот этот нравится фон, где мы брали с вами в прошлый раз. Но давайте посмотрим, может быть, что-то еще нам понравится. Ну, в принципе, вот этот неплохой. Не должно быть слишком много красок каких-то. Делаем duplicate и вперед выносим. Вот так я всегда делаю для того, чтобы не путаться с тем, над чем я сейчас в данный момент работаю. Итак, в данном случае мы должны придумать какое-то название. И оно у нас будет посещение галереи. И как мы помним, у нас тут текст. Текст, это можно его вернуть. И вот сюда уже сразу пойти и забрать первое, то, что у нас есть в задании. Я сделаю это тремя кусочками. Я не буду это делать одним сплошным текстом, потому что это... Будет некрасиво. Будет некрасиво. Итак, это текст. Это текст с заданием по нашей галереи. Как мы видим, текст прям плохо читается. Поэтому для этого мы прям максимально должны сделать тот фон, где текст у нас максимально белым. Здесь мы можем сделать послабление. Вот так вот как-то, да. И будет вот отлично. Сейчас мы выделим жирным шрифтом, чтобы у нас все это дело выделялось. И в принципе, в принципе, все. Наверное, так смотрится неплохо. Давайте загрузим фотографии, которые мы сгенерировали. Нажимаем upload. Убираем три фотки. Нажимаем открыть. Выгружаем их. Соответственно, кликаем, чтобы они добавились. И вот так вот уменьшаем. Да, нужно нам размер. Немножко надо сделать хаотично, чтобы... Вот. Будет здорово. Можно еще здесь посмотреть в элементах. Есть тут всякие рамки от фрейма. И посмотреть, возможно, будет что-то интересное. Давайте вот такой вот вам посмотрим. Как картины, да. Мы можем взять такую, например, поместить и сделать как-то так. Теперь надо сделать цифры. Сделаем их в кружочках. И вот разместим их вот сюда. Цвет выберем розовый. Один. Один. И вот этот один должен быть на жирном. И желательно белым. Все. Берем крупнее. Все. Супер. Это будет первая. Комминца по-мингу. Это будет вторая. И это будет третья. И вот это будет третья. Супер. Вот такой классный слайд у нас получился. Про посещение художественной галереи. Пожалуйста. У нас тут есть инструкция. У нас тут есть правила. И у нас тут есть фраза, которую дети должны использовать для того, чтобы создать диалог. Все. Здесь в конве больше мы делать ничего не будем. Мы единственное, что только все это дело сохраним. Для того, чтобы сохранить, мы сейчас подвинуем. Нажимаем Share. Нажимаем Download. И нам нужно, конечно же, только первую страницу, Current Page. И нажимаем Done. В png сохраняем. И будет так. После того, как рисунок у вас сохранился, мы вырубаем все VPN'ы и идем в Mesh. Так, нажимаем Редактировать. Создаю фрагмент. Называется Art Guessing Game. И уже сюда я буду сейчас загружать свое фото, которое мы с вами создали в камне. Это фото у нас является фоном, поэтому мы просто на него кликаем, нажимаем Сделать фоном. И вуаля. У нас чудесный слайд. Обязательно сохраняем. Все. После того, как вы сделали этот слайд, идем на слайд учителя и туда мы заливаем наш текст по коммуникации. Просто копируем и текст, пользовательский текст просто вставляем. Здесь, если у вас есть желание, вы можете сделать какую-то тоже красоту. Но обычно это просто должно быть просто, понятно и без всяких лишних картинок, без лишних каких-то всего движений. Suggested answer key. Текст обычно у меня белый, а сам фон текста оранжевый. Ну и получается как бы такой стиль слой. Оранжевый с белым. И пусть будет так. Все. Этап коммуникации оставляем. Коммуникацию мы тоже делаем оранжевый с белым для того, чтобы это все было просто одинаково у нас по ходу всего сценария темы. В целом у нас все готово. Нажимаем Сохранить. И вот так просто и легко мы создали с вами идею. Мы загрузили, соответственно, пример этой идеи. И мы реализовали навык коммуникации для сценария темы в очень современном, актуальном для подростков виде. Я думаю, что данное упражнение будет интересно выполнять нашим учащимся. Если у вас есть какие-то пожелания, вопросы, пишите в комментариях. С удовольствием на все отвечу, помогу, подскажу, как лучше сделать. Ну а пока я продолжаю создавать сценарий темы в Мэш по теме Discovering Art. И я каждый этап для вас отдельно буду снимать и далее. Ну все, пока. Продолжение следует...